Елену Шернину, прихожанку храма Спиридона Тремифунского, крестили еще в детстве. Но, говорит, поверила в Бога годам к 30-ти, а в последние годы начала поститься. Рождественский пост – один из четырех в годовом цикле. Елена уверена, вера – это не просто обряды, а также правила светской духовной жизни. Это изменение своей жизни и самой себя к лучшему. Уверена, без помощи священника или религиозной литературы в этом деле не обойтись. Ты точно понимаешь, что у тебя есть тело, у тебя есть душа, и ты понимаешь, что тебе нужно для тела, и ты понимаешь, что тебе нужно для души. И в этом направлении ты начинаешь двигаться, развиваться, узнавать. И что я должна сделать для того, чтобы стать лучше? Время поста – это и жертва, и это работа над собой глубокая. Чем больше ты постишься, тем глубже ты начинаешь в себе копаться и правильно себя собирать. Михаил Зиганзиров прочитал Библию, когда отбывал наказание в местах лишения свободы. Мусульманин – там он принял христианство. И хотя после этого родители от сына отказались, Михаил придерживается своей веры. За 30 лет не пропустил ни одного поста. Во время поста, наверное, Господь Бог дает такую силу, что даже будучи, ну, как бы лишен манейкой пищи, ты не ходишь, а летишь с радостью, с радостью летишь и на службу, и на работу. Во время поста до Рождества Христова верующие отметят два праздника – введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, а 19-го вспомнит Николая Чудотворца. Их жизнь – пример достойной духовной жизни, поэтому рекомендуется 40 дней молиться утром и вечером, читать псалтырь, акафисты и каноны. Это время добрых дел и меценатства. Пост – что такое? Это действительно даровольная жертва Богу. И все миряне, кто выцерковлены, не просто соблюдают кулинарный пост, но еще ходят в храм Божий, причащаются и исповедуются. Это очень важно для всех. Почему? Потому что если ты будешь просто поститься, то это всего лишь диета. В Рождественский пост можно употреблять рыбу, растительное масло, а по выходным – бокал вина. В последние дни поста, с 1 по 5 января, эти продукты убирают со стола. А 6 числа в Сочельник верующие голодают до первой звезды. Первое блюдо, которое едят в праздник Рождества Христова – сочево – рис с изюмом и медом. Рождественский пост начинается 27 ноября и заканчивается 7 января. Продолжительность – ровно 40 дней. Пройти этот путь духовного возрождения получается не у всех. Обычно силу православного христианина хватает на первую и на последнюю неделю поста. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События. Добрый день!